Правда, пока есть задачи поважнее. Появляется огненный ключ, и мы можем открыть те самые врата ада. Первый раз это буду делать, и я не знаю, какие тайны мироздания нам откроются. Что ж, раз, два, три! Ну, наконец-то, доступен полёт. Как и сказано раньше, это просто улёт. Правда, броня, что даёт этот скилл, для защиты отстой. Хуже любой. Всем привет, дорогие друзья, с вами Лоу Ложка, это сезон Эволюция. Поехали! Ну что же, снова всем привет, дорогие друзья, я Лоу Ложка, и добро пожаловать в Эволюцию! Ура! Наконец-то мы сделали ангельскую броню. Да, мы можем летать, но сегодня будет поистине эксклюзивная серия. Начинается путешествие к свету. Тот самый мод, который, внимание, я упоминал в первой серии. И вот вам вырезка. И... Что это, блин? Так, ты... ты добряк? Флоро. Флоро, привет! Ты добрый, господи, хоть кто-то здесь добряк. Это, кстати, из путешествия к свету. Начинается эта модификация с двух вещей. Первое, это стол призыва. И второе, те самые адские врата в аду. Не помните? Да вот же они. Было бы ещё неплохо узнать, что это за адские врата. Ну-ка, а с другой стороны что-нибудь есть? Опа! Что? Чего-чего? Ооо, это же какой-то замок. Если присмотреться, то посередине можно заметить замок. Он отпирается с помощью огненного ключа. И да, я собираюсь его сделать. Но-но-но-но-но, чего мы этим добьёмся? А мы добьёмся Юки. Что такое Юка? Увидите дальше. А теперь телепортируемся в ад. Ооо, как же прекрасно то, что мы можем летать. И давайте прямо сейчас мы найдём те самые врата. И сразу на них посмотрим. Стоят ли они, на месте ли. Не сочтите за глупость, но прямо сейчас придётся убить адских роботов. Которых мы ни разу не встречали. Но, по-моему, у меня есть кое-какая догадка. Надо пролететь вот в эту сторону. Летим-летим, находим ещё одну башню. Поворачиваемся налево. И тадам! Непонятный данж. Мы его нашли примерно две серии назад. И да, оказывается он нужен. Там спавнятся роботы. С этих роботов мы сможем получить, по идее, огненную пружину. И пылающую звёздочку. Да, кстати, мод переведён на русский. Огромное спасибо человеку под ником Райтарион. На данный момент мод эксклюзивно переведён только для меня. Что это за хрень? Адские кирпичи. Не-е-е, это же по идее решётка, да? А почему она такая фиолетовая? Что за бред? М-да, походу какой-то баг. Хорошо, не обращаем внимания. Попробуем прокопаться ещё ниже. И какого чёрта? Почему вы не спавнитесь? Алё! Ооо, я тупица! У меня всё это время была мирная сложность. Простите, ребят, пожалуйста. Я что-то совсем об этом забыл. Да-да-да-да-да, вот они роботы. Привет, ребята! Вы мне нужны. Убиваются они за два удара. И мы получаем пружину. Так, тихо. А ну-ка, не стреляем. Не поджигаем мои вещи. Надо бы что-то выкинуть. Давайте крысиная шкура. Далее огненный стержень. Ой-ой-ой. Эта броня реально фигня. Вы посмотрите. За один удар мне снесли. Всё. Остаётся всего три сердечка. Капец. Дайте мне, пожалуйста, пружину подобрать. Всё, спасибо. Э-э-э. Короче, ребят, я даже не знаю, что выбрать. Какую броню мне надеть? Которая позволяет летать или которая хорошо защищает? У-у-у, я только сейчас заметил, у меня 35 уровней. Не-не-не-не, нельзя это всё просирать. Надо потратить. Земледелие, строительство. О-о-о, я придумал. Мы ангельскую броню сейчас зачаруем. Тупо залетаем в портал. Очищаем инвентарь. Ну и, конечно же, зачароваемся. Защита 3. Замечательно. Далее даётся что? Защита 3. Обалденно. Ну-ка, здесь привязанный к душе. Защита от снарядов 3. А на керасе шипы 1. В принципе, этого более чем достаточно. Но, знаете что? Мне кажется, то, что существуют шипы 2. Я бы хотел сейчас это проверить. По-моему, здесь у меня были какие-то шипы. Проверяем. Защита, защита, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Эй, серьёзно? О-па! Хо-хо-хо! То, что надо! Теперь мы снимаем ангельскую керасу. Всё это кладём. И получаем шипы 2. Обалдеть! Это, по-моему, первый раз, когда я столько чарую. По-иде, теперь все мобы будут прям убиваться об меня. Давайте даже проверим. Эй, пауки, здрасте! Бей меня. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-ээ-э! Серьёзно? Он один раз всего лишь ударился? Это же бред! Прости, паук, до свидания, ты мне не нужен. Ну и перед тем, как телепортироваться в ад, порегенерируем. Тррррррррррром! Давайте так, мы просто будем под этим данжем. И в итоге роботы будут появляться прям здесь. Привет! Так. Ничего не выпало. Ладно. Опа! А это что такое? Сундук путешественника. Чего? А ну-ка, дайте мне, пожалуйста. И здесь мы... О! Куда-да-да-да-да! Пружина! Найдена пружина! Внимание-внимание! Да ё-моё, ну ты серьёзно! Забираем отсюда пружины. Что это такое? Пылающая шкура. Она зачем-то нужна, но... Ммм... Ни зачем не нужна. Странно. Ладно, так и быть, мы её возьмём. Пока что я получил только пружину и ни одной шестерёнки. Эй, вы вообще будете её дропать? Давай-давай-давай, следующий! Может быть, конечно, там шанс очень маленький. Я готов потерпеть. И... Вот сейчас... Да ё-моё! Всё бы ничего, но они ещё заразы не падают. Стоп, что? Я какой-то сундук здесь разрушил, даже сам того не заметил. Чего-чего? И нам выпала змеиная кожа. Вау! Что? Спавнит босса Соул-вотчер. Так, Соул это душа, а Вотчер это смотритель. Смотритель души, что-то типа этого, да? Понадобится испепеляющий глаз, змеиная кожа и концентрированная кровь. В принципе, вот это мы уже находили, а это... Я не знаю. Интересно, что тут ещё попалось? Седло, седло, сундук путешественника, и, по всей видимости, всё. Так, пожалуйста, дай мне грёбаную шестерёнку! Что это за бред? Может быть, кстати, и здесь тоже сундук найдётся? Эээ? Ну, пожалуйста, давайте, сразу много. Ээ, нет, по всей видимости, только два. Я всё больше начинаю верить в то, что эта шестерёнка находится лишь в сундуках. Ну, давайте попробуем ещё разочек. И, как мы видим, нихрена. Ох, тогда что мы делаем? Ломаем спавнер, уж прости. Что? Ты не ломаешься? Да ладно! Это единственный спавнер, который не ломается, офигеть! Хорошо, мы просто найдём новый данж. Опа, ещё одни врата. Эй, гагэй, данжи! Данжи, появитесь, пожалуйста! О, лихач, здорово! Мы сейчас тебя тоже убьём! Ага, до свидания. Какого чёрта? Смотрите, газ заспавнился прямо на земле! Ааа, что за бред? Ё-моё, я чуть не умер, у меня полсердечка! Тихо-тихо-тихо! Давайте спрячемся где-нибудь вот здесь! Идеальное место! Фух, благо тут никого! А так, я продолжаю искать данжи... Что это? Кузнечная руда? Чего? Ну ладно, пожалуй, добудем. Так вот, продолжаю искать роботов, пожелайте мне удачи! Раз, два, три, пип! Эээ, чего, блин? Это, конечно, не робот, но я офигел! Защитник? Какого чёрта ты тут делаешь? Погоди, погоди! А с тебя так же много опыта падает? Давайте проверим! Я офигею, если да! И... да! Обалдеть! Подбираем, и 42 левела, зашибись! Ну ладно, самоцветы мы брать не будем, просто полетели дальше. Опа! Внимание, внимание, найдена кровавая руда! Вы, наверное, думаете, то, что она незачем не нужна, но посмотрите внимательней! Стол призыва! Тот самый! Всё то, что мы сейчас добываем, это правда пригодится! По-моему, даже вот этот кровавый камень! Ну-ка! Да, тоже стол призыва! Найден ещё один такой же дан! Что за хрень сейчас была? Что это? Вы видели? Просто взяли и телепортировались ко мне! Капец! Я ж чуть не умер! По крайней мере, тут появились какие-то новые сундуки! Давайте мы сейчас это всё проверим! Извините, извините! Отстаньте от меня! Ой, как вас много! Змеиная кожа! А во втором просто сёдло! Хм, странно! Так, может быть, всё-таки с вас падает? Я вас умоляю! Давайте! Нееет! Ну ё-моё! А снизу-то теперь есть что-нибудь? Вы посмотрите, данж как будто поменялся! Будто бы тот, в котором я был, это старая генерация, а это новая! Тихо-тихо! Жопа! Внимание-внимание! Наикошернейшие новости! Эй! Нет! Стой-стой-стой! Я видел! Вы видели? Нет? Внимательно посмотрите! Мне выпала эта грёбанная шестерёнка с робота! Пылающая звёздочка! Вот как это называется! О! Наконец-то! Телепортируемся домой! Ох, устал я! Надо бы поспать! Доброе утро! Вот это совсем другое дело! Дружелюбный, нормальный мир! Никакого ада, никаких иссушителей! Да, у меня по идее все вещи собраны, и мы можем сделать этот ключ! Надо только добавить немного золота! Так, золото... Оу! У меня нет золота, серьёзно! Ну хотя кусочки есть, этого более чем достаточно! Соединяем, и тадам! 7 слитков! Теперь ещё раз соединяем, и да! Огненный ключ! Сколько же времени на тебя я потратил, дружище! Давайте, наверное, прямо сейчас мы ещё кое-что сделаем! Это стол призыва! Тут есть какие-то обелиски, кровавые руны! Это всё мы, конечно, посмотрим! Данный мод я никогда не изучал, я не знаю, что это такое! Поэтому это вдвойне интересней! А для стола нам не хватает адских слитков! Которые мы не пойдём добывать, потому что у меня это есть! адская руда давайте мы все это переплавим ох как хорошо то что за это время вы успели поставить лайк что кто-то сказал нет не успели ой не волнуйтесь ребят я я вот посмотрю на персика да и наверное вы уже успели поставить да ну пожалуйста скажите что да это же слишком жирный намек я в открытую говорю а вообще поздравляю стол призыва создан никакой ачивки немного обидно поставим допустим сюда пусть пока что стоит и здесь по идее что-то можно выкладывать да давайте попробуем непонятно а если допустим змеиную кожу тоже непонятно как это работает не ну сами посмотрите стол призыва та самая змеиная кожа а возможно сначала надо положить испепеляющий глаз как самый важный ингредиент понял понял но у меня такого нет простите правда пока есть задачи поважнее появляется огненный ключ и мы можем открыть те самые врата ада первый раз это буду делать и я не знаю какие тайны мироздания нам откроются что ж раз два три сундук путешественника ну-ка и нам дается расплавленная рамка портал ооо хорошо то как ребята мы можем активировать портал телепортируемся домой и давайте подумаем куда поставить портал да кстати портал у нас необычный и если вы думаете то что это юка то нет это все еще никакая не юка то что называется юкой нечто другое а портал я уже придумал куда поставлю например вот в эту микро комнатку по-моему идеально ня 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 он у нас конечно сам по себе не зажжется потому что нам нужно пылающая монета и я не знаю что это такое вот она данный ключ используется дабы активировать все порталы ой серьезно такой простой крафт а ну хотя подожди у меня золото же кончилось болен чаще проверим по моему у меня где-то еще было 29 кусочков капец вы посмотрите я бомж бомжара то есть все на что мне хватает это ровно на 8 слитков тем не менее могу ли я называть себя бомжом когда у меня все получилось пламенная монета здрасте им сейчас активируем портал и посмотрим что это такое нажимаем ох господи я обосрал смысле испугался скорее всего туда очень опасно заходить но тем не менее у меня все получится я уверен поехали где это я горячая поверхность так подожди я не поджигаюсь все нормально бубу боже боже где это я ошибка opengl ой ой а что за ошибки не нужны мне ошибки я мать колотить вы посмотрите это огромное солнце но что за ошибки блин не нужны мне никакие ошибки пожалуйста прошло примерно 15 минут с предыдущей фразы и я все узнал оказывается это шейдеры не могут определить небо типа небо здесь реально очень странная и именно из-за него выдает ошибку ну и как же я решил проблему ошибки то нет да дело в том то что я чат отрубил до ошибки не будет появляться хотя она есть окей самое главное то что не вылетает не лагает и андрей сказал то что попробуем решить проблему в общем смотрите нам нужен огненный шар призывает босса блейзер какой-то блейзер я так понимаю то что это блейзер и нам понадобится расплавленный порошок а также пылающий шар у по идее все это падает с моба пылающий свет так мне сказал переводчик этого мода райтари он давайте проверим а ты у нас пылающий свет да ладно что первый мог которого я решил проверить это тот который мне нужен убиваем аккуратненько ой хорошо то что у меня есть полет и вон они те самые пылинки которые мне нужны давай 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 постепенно по чуть-чуть по всей видимости это проще чем я думал и все ингредиенты собраны так подожди только не не умирай спасибо дайте забрать вещи дайте забрать вещи все получаем ну-ка шестеренка у меня или что это такое я уж забыл звездочка какая-то ё-моё отстаньте надо выкинуть допустим расплавленную рамку порталом далее аккуратно подлететь забрать и вернуться домой фуф почти безопасно так подожди что у этого стола призыва оказывается есть анимация вы видите двигается полоса короче кладем и ничего не кладется какого черта так как это работает расскажите мне стол грёбаного призыва не знаю может быть это надо в том измерении делать это конечно можно попробовать но тем не менее у меня нет еды поэтому сначала мы немного подождем пожарим крыс там поедим бла-бла-бла очистим свой инвентарь чик совсем другое дело далее берем какую-нибудь еду пусть это будут яблоки грибы что угодно и после этого призываем босса так стоп блин я стол не взял о великая неведомая фигня заработай пожалуйста нет она не хочет работать странно странно стол призыва как же тебя использовать ну то есть по иди надо реально просто положить все эти предметы да но не тут то было надо это как-то по-другому сделать может быть кинуть раз два три пять шесть но ничего блин ох это наверное самая тяжелая серия по съемкам проходит еще 20 минут и я все выясняю и нам надо сделать вот это представляете это единственная информация по поводу этого алтаря в интернете да нам по этому непонятному скриншоту надо построить какую-то конструкцию и типа вы видите что-нибудь вы видите вот и я ничего не вижу но мне прямо сейчас по этим блоком каким-то боком надо будет понять как это построить мы точно видим то что нам нужен какой-то обелиск и он делается в единичном экземпляре судя по всему вот уже что то есть также судя по всему нам нужны восемь кровавых колонн а это резной кровавый камень который кстати тоже понадобится в размере четырех штук а это кровавый кирпич а это кровавый камень а это а это просто копается в аду погнали эгэгэй камешек попадись пожалуйста о лава камень подожди это то что надо не это совсем другое но нифига себе можно из этого броню сделать и какой-то редстоуновый поджигатель ладно мне это не надо только камень надеюсь он попадется быстрее чем я думаю нашел вот она вместе с адской рудой конечно все это забираем но судя по всему камешек спавнится не так часто и не так много как мы видим поэтому надо копать прямо абсолютно всю жилу судя по всему спавнится он как руда несмотря на то что называется камень окей я щас это все добуду и вернусь раз-два-три а вроде бы неплохо получается кровавые колонны готовы кровавые камни готовы а теперь нам нужно то ли кровавая руна то ли кровавый катализатор опять же посмотрите видите снизу какой-то блок с точкой в общем давайте поставим то в чем уверены допустим по-любому кровавый камень допустим по-любому стол призыва далее по диагонали выкапываем землю и тоже заполняем камнями оказывается вот здесь здесь тут там нужны разные блоки огромное спасибо рейтариону который переводил этот мод просто посмотрите на это он мне все поэтапно показал как это ставить как это строить какие блоки использовать рейтарион ну правда спасибо тебе огромное еще проходит куча времени и все готово остается поместить кровавые руны и оказывается когда ты их ставишь они рандомную текстуру выбирают видите всегда другая по идее я сделал все правильно и смотрите обелиск зажегся ну-ка да 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 господи я просто в шоке получилось в итоге примерно 40 минут я потратил только на то чтобы построить этот алтарь и вот если бы была просто информация в интернете от автора этого мода было бы все намного проще а так ты просто сам ищешь спрашиваешь у кого-то нету никакой официальной информации ты тупо пыхтишь но хотя ради этого в какой-то степени и созданы эти летсплеи короче надеюсь на вашу лайк а тем временем мы кладем первый предмет далее выкладываем остальные и да аааааа готово телепортируемся в это горячее измерение и прямо сейчас призовем блейзером опять же я не знаю как он выглядит я не знаю кто это такой и чтобы точно не завафлить ничего мы сделаем небольшую арену раз уж он очень сильно по иконке похож на блейза да и по названию стоп что это пепельная руда вау так вот я хотел сказать то что скорее всего надо закрыть потолок ибо он может вылететь потяку то вот здесь вот там себе тоже построим небольшую комнату мы же не хотим умереть от вот тех полчищ мобов нифига себе как вас много потолок заделываем нифига не видим но самое главное призываем босса серьезно и дружочек слушая я на самом деле рад что ты такой большой и то что ты застрял да это будет проще простого ты конечно громкий но тем не менее до свидания что вы это видели там какой-то трофей обалдеть сейчас все умрут отлично трофей мега и фрида это сделано прям реально как огромная награда ема ну-ка туда что-нибудь можно положить не нельзя ну слушайте такие трофеи мне правда нравится а вот в сундуке путешественника нам попадаются адские осколки пепельный нож непонятная броня фулл сет пылающий лук на 4-16 урона пылающий меч да ё-моё почему все так круто то а получили шесть осколков и они позволят сделать сферу адского монстра стоп чего какие еще монстры а ну да опять же огромное спасибо рейтери ону он снова меня выручил нам надо убить кальций да ё-моё твари трофей наверное не очень круто размещать на улице ведь это же трофей а не статуя мы его поместим куда-нибудь сюда о дома не в обиде возвращаемся к боссу кальция смотрите пепел тот самый который мы добыли с пепельной руды он у нас уже есть это хорошо далее у нас четыре адских осколка тоже прекрасно и далее какой-то слиток спавнера чего ой 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 что это блин подожди что да ладно та самая теневая руда обалдеть мы ее нашли еще серий 20 назад и только сейчас мы поняли зачем она нужна конечно же пусть она переплавляется обалдеть хорошо что я ее когда-то давным-давно собрал и не выкинул далее кусочек луниума вот это я не знаю что такое но Ооооо, ребята, это тоже есть, бомбезно Идём дальше, что там ещё надо? Так, господи, 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 где? Адский кусочек, нужны адские слитки? Они тоже где-то здесь были, где-где-где? Сейчас покажу, покажу по-любому, вот они, они у меня в инвентаре Я люблю не выкидывать вещи и сортировать их по сундукам, это круто! Так, короче, теневая руда у нас по-любому добыта Луниум, надо будет ещё немного добыть И самое главное, это адский слиток Спавнится где угодно в аду О, а это что такое? Сердце-фрукт, ух ты Давайте добудем, посмотрим Это можно кушать, уже прекрасно Но оно не используется в крафте То есть просто съел и всё Ладно, короче, я ищу и ТАДАМ, всё готово И даже Луниум добыт Теперь мы тупо соединяем, получаем кусочки Раз, два, три Да, четыре штуки Ещё раз соединяем и, та-дам, кусочек спаунера, который нужно просто переплавить. Я ж прав, да? Да-да-да? Е-тры-р-р-р-р-р-р. Ох, нормально так. А теперь, по идее, надо просто соединить, да? У меня же все ингредиенты есть, давайте ещё раз перепроверим. Пепел и адские осколки. Раз, два, три, четыре. А, стоп, подожди, а чё посередине надо? А, те самые адские осколки, да? Всё нормально. Э-э, вот. А потом пепел. Вот и вот. У-ху! Кальция. Что уже нас ждёт? О-хо-хо. Давайте разложим все ненужные вещи по сундукам, потому что у меня тут реально такой развал-навал, что мне это не нравится. Ой, у меня же статуя есть. Ё-моё, забыл её поставить. Во, красота. О, и ещё кое-что. Та самая броня, которая мне выпала с Блейзита, требует защиту 28. Это как бы много. Но в то же время она вроде прикольно защищает. Так, 25, 22, 15. блин вот в divine rpg сразу пишет максимум 68 процентов а здесь не пишет давайте я тогда сейчас все это соединю и скажу раз два три если верить математике то получится 76 процентов это больше чем у земляной керасы и самое главное она вроде бы даже поджигает обалденно не я хочу эту броню но опять же защита 28 это сколько это еще 5 надо прокачать эх жестко жестко а еще знаете что я могу сказать путешествие к свету пушка анимот правда очень крутая модификация коих не хватало несколько лет автор тебе огромный респект на этом я буду заканчивать данная серия ну прям наверное одна из моих любимых пока что в этом сезоне я надеюсь вы поставите лайк а если вы все еще не подписаны но досмотрели подписывайтесь обязательно следующей серии думаю не сложно догадаться что будет кальция и та самая юка но что это такое я я как бы еще не скажу сразу добавлю то что это не босс если вы здесь впервые то вы можете позвать друзей поставить лайк подписаться а с вами были лололошка и ритуальный алтарь всем удачи всем пока 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 пока